Театр имени Моссовета на площадке Лужники погрузил гостей московского урбанистического форума в спектакль «Неотправленные письма» постановку по роману Олега Роя. Автор назвал ее важным вкладом всей творческой группы в победу России в СВО. На премьере побывала Татьяна Орлова. Согласно сюжету, 11 солдатских писем оказались в руках женщины-почтальона Надежды, которую играет Ольга Кабо. 11 солдатских судеб переплетаются с судьбами главной героини, ее мужа, главврача военного госпиталя, их детей, сотрудников односельчан. Там в тылу эти письма ждут с нетерпением. И Надежда сделает все, чтобы каждое письмо дошло до того, кому оно адресовано. Но ведь и сегодня, как сто или двести лет назад, самые сокровенные мысли, самые глубокие чувства, мы по-прежнему доверяем бумажному листку, запечатанному в конверт. А еще бывают письма, отправленные и написанные, но которые не дошли до своих агрессатов совсем по другой причине. Например, потому что война пришла. А ведь это несправедливо, потому что письма, написанные с фронта или на фронт, они самые важные. Неотправленные письма – это режиссерский дебют Вячеслава Манучарова, актера и телеведущего, выпускника мастерской Родиона Овчинникова в Щукинском училище. Он обозначил, что для него самое важное в этом материале – избежать агитации и неправильного отношения к специальной военной операции. Это первая постановка про сегодняшний день. Первая постановка про сегодняшних людей, которые оказались здесь, в нашей стране. Кто-то сражается за нашу страну там, кто-то здесь. Это пьеса не про войну и не про мир. Это пьеса про людей, которые оказались в этой истории. Олег Рой – автор одноименного романа, вдохновившего создателей спектакля, на постановку признался, что был потрясен во время генеральной репетиции, потому что впервые в жизни наблюдал, как актеры плакали от того, что сами произносят со сцены. Сына, а ты хвали мамке почаще, что я ее очень-очень люблю. Да я знаю, я сам это пишу каждому письму, потому что, сын, это правда. Но ты от меня тоже говори, и я об этом напоминаю, сына. Я очень люблю вы собой, и очень хочу, чтобы скорее вернуться к вам. Художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли назвал постановку символичной для первой работы 101-го театрального сезона. По его словам, в этом спектакле нет батальных сцен и взрывов. Это человеческая история, в которой вся глубина, вся боль, вся трагедия. Постановка будет идти на сцене под крышей Театра имени Моссовета, в Театре, студии «Мост» и на выездных гастролях. Спектакли будут бесплатными для всех желающих. Это совместное решение создателей постановки. Татьяна Орлова, Равит Гор, специально для программы «Время русского мира».